всем привет на связи александр нас просили и мы наконец дорвались добрались до этого новые поправки к закону об оружии 21 года напоминаю что вступят они следующим летом а пока что мы можем лишь обсудить их примерно прикинуть что к чему и постараться понять для себя что же они все означают и что несут нам в будущем начнем перевод ланкастеров и парадоксов в ранг нарезного оружия и так зачем же нужны эти поправки в чем их смысл кому они могут вообще понадобиться на самом деле нам с вами простым охотником стрелкам людям которые интересуются оружием даже на самом деле эти поправки но честно говоря они особо не нужны потому что законопослушный человек он всегда владел оружием ответственно а вот для успокоения общества после известных событий преступная стрельба в общественных местах в школах и тому подобное мы не будем сейчас это подробно обсуждать вот для успокоения обычных людей которые от оружия далеко отстоят это на самом деле достаточно эффективная вещь и нам приходится к сожалению мириться с тем что эти законы они уже по сути говоря вступят скоро силу напомним что поправки эти вступят в силу летом 22 года и насколько возможно люди сейчас заинтересованы в этом стараются повлиять на то чтобы как-то адекватно смягчить или немножечко видоизменить их получится это у законопослушных владельцев оружия или нет мы посмотрим сейчас мы попробуем прокомментировать то как мы это видим относительно самых животрепещущих поправок в этом законе об оружии и пройдемся пожалуй по пунктам первым пунктом будет являться повышение возраста для получения лицензии на владение оружием с 18 до 21 года однако многие отмечали несоответствие определенных наших жизненных позиций этому закону то есть люди служат в армии с 18 лет оружие мол могут получать 21 закон это предусмотрел то есть люди проходящие действительную службу в армии имеющие классные чины юстиции тем или иным образом относящиеся к силовым ведомствам могут получать гражданское оружие лицензию на его приобретение с 18 лет также это ограничение не распространяется на лиц ведущих коренной традиционный образ жизни то есть это народности различные малые северные тому подобные которых охота это их часть жизни по сути говоря и кроме того с 18 лет могут приобретать оружие лица я непосредственная деятельность рабочая связана с охотой с регулированием охоты то есть это егеря и им подобные граждане то есть они также могут получать гражданское оружие с 18 лет второй пункт это двухлетний стаж на приобретение магазинного гладкоствольного оружия то есть сейчас вводится двухлетний цен ста так скажем на то чтобы человек имея лицензию на свое первое ружье мог купить себе только одностволку или двустволку ружья с тремя и более стволами он уже позволить себе не может такие да существуют и кроме того он не может себе позволить купить ружье с магазинной или барабанной подачи патронов то есть пятизарядку в простонародье или иные многозарядные ружья хорошо или это или плохо вопрос на самом деле достаточно сложный с одной стороны это плохо конечно же потому что когда человеку нужна пятизарядка для охоты на утку он не может ее себе позволить и он будет глубоко опечален этим фактом хорошо наверное только в косвенном смысле что двустволка она действительно учит человека стрелять и попадать при этом возможно тренирует некоторую дисциплину было мнение в интернете о том что данная мера поспособствует продажам гладкоствольного оружия мол то есть человек купит двустволочку в этом через два года он купит себе уже пятизарядку это косвенным образом поспособствует производству скажем так гладкоствольного оружия а возможно и повышению оружейной культуры так это или нет покажет только время третий пункт это у нас увеличение скажем так круга оснований для того чтобы отказать человеку выдачи лицензии на оружие ранее у нас был отказ в лицензии только если человек имел непогашенную судимость за умышленное преступление тяжкое особо тяжкое с применением оружия в том числе сейчас у нас две и более погашенных судимости являются уже основанием для отказа выдачи лицензии тут насчет хорошо и плохо рассуждать можно долго есть люди у которых были проблемы с законом совершенно случайно какие-то и они и стали на путь исправления так или иначе теперь они не смогут позволить себе купить оружие но мы помним что данные поправки вводились в большей степени для успокоения общества и к сожалению у нас в обществе такая такие настроения что человек имеющий судимость получает пожизненное клеймо четвертым пунктом будет у нас запрет на публикацию в интернете в средствах массовой информации и тому подобное инструкции касающихся переделки оружия и чего-то с этим связано принципе за этим раньше следили но теперь это будет у нас установлено на законодательном уровне с одной стороны это может быть и правильно с той точки зрения что производитель и его инженеры наверное лучше знают как лучше будет функционировать тот или иной образец оружия и в принципе какие-то там инструкции по его каким-то переделкам абстрактным распространять наверное смысла нет а с другой стороны людям надо как-то делиться опытом как просто элементарно подогнать оружие под себя и в этом случае подпадут ли подобные советы под ограничение данного закона сложно сказать поскольку подзаконных актов касающихся конкретизации всего этого еще пока не выпущено пятый достаточно спорный пункт о временном запрете на выдачу лицензии на приобретение оружия а также заключающийся в аннулировании действующих разрешений на владение оружием в чем он заключается в том что у нас подвергается таким мерам лицо которое имеет непогашенную судимость за среднее либо тяжкое преступление с применением оружия наркотических психотропных веществ и так далее в том числе происходит такое при вождении в нетрезвом виде при передаче прав на вождение своего транспортного средства лицу находящемуся в состоянии также алкогольного опьянения самый интересный пункт которым дополнили данную поправку это административное правонарушение наказанием за которое является административный арест срок действия данного запрета будет не менее одного года с того момента с которого лицо считается подвергнутым административному наказанию также дополнительными основаниями для аннулирования действующих лицензий будет являться отказ предоставление росгвардии доступа к местам хранения оружия и собственно к оружию для осмотра шестое охолощенное оружие на самом деле особых препонов приобретению и хранению себя охолощенного оружия как не было так и нет в чем это проявляется в том что человек который приобрел охолощенное списанное оружие обязан теперь уведомить росгвардию о том что у него теперь дома хранится такое-то такое-то оружие с таким-то таким-то номером под такой-то и такой-то я так понимаю охолощенный патрон который она использует но здесь на самом деле я честно говоря минусов не вижу почему потому что у нас всегда получается возможность уведомить росгвардию о том что у вас допустим это оружие кто-то украл о том что вы его сломали или еще что-нибудь и тому подобное и так далее зачем это в принципе было сделано за тем что у нас достаточно много преступных элементов пытаются и иногда даже успешно переделывать охолощенное списанное оружие в так скажем боевое то есть она начинает у нас стрелять настоящими патронами и естественно используется в преступных целях опять же народу ничего не пытаются пресечь или как-то запретить просто пытаются урегулировать оборот данных единиц оружия и я надеюсь что это послужит благому делу особо стоит отметить что по-прежнему не надо не получать никаких лицензий ни разрешений ничего такого просто мы покупаем свою охолощенку и просто уведомляем письменном виде росгвардию сделки относительно передачи или продажи охолощенного оружия между частными лицами производятся в простой письменной форме то есть как я уже сказал ограничений нет седьмое то что многих очень волнует на самом деле это у нас скажем так расширение понятия переделки оружия да то есть у нас в законе прописано что теперь у нас запрещается но не то чтобы запрещается то есть считается переделкой оружия внесение каких-то изменений в его конструкцию но часто упускается многими такой момент в конце конкретной данной поправки написана такая фраза учитываемых при сертификации данного оружия то есть если мы вносим какие-то изменения делаем оружие для себя удобными там регулируем усилия спуска и так далее то насколько мне это понятно никаких последствий за подобное не будет поскольку усилия спуска у нас не учитывается при сертификации оружия а вот допустим для нас ствола какие-то еще моменты я не знаю там шаг нарезов наличие возможно каких-то дульных устройств тут я не буду утверждать но возможно это тоже учитывается при сертификации так или иначе нужно теперь вносить изменения с некоторыми оглядками на этот пункт в этом нет сомнения другой стороной этой поправки является то что многие например спортсмены полностью меняют ударно-спусковой механизм на своем оружии при этом у нас оружие не приобретает каких-то свойств и не меняет по сути говоря своих изначальных ттх единственное что она получает это определенное удобство и адаптацию конкретного ударно-спускового механизма под конкретного человека насколько это будет сурово учитываться насколько гайки будут сильно закручивать мы пока не знаем но насколько мне известно многие спортивные ассоциации уже пытаются бороться с этими ограничениями уже пытаются как-то расставить точки над и в этом вопросе и будем надеяться что у них получится по сути переделка оружия раньше была запрещена это всем понятно просто теперь есть особый вот этот вот пункт про учитываемые при сертификации оружие без изменения его характеристик насколько я это понимаю восьмым пунктом будет у нас одна хорошая новость возобладал здравый смысл теперь в отличие от старых правил где владельцы оружия ограниченного поражения простонародье травматов каждые пять лет так или иначе должны были проходить проверку на правил на безопасное обращение с оружием то есть вот эти самые курсы теперь для лиц которые являются служащими в государственных военизированных организациях то есть каких-то силовых ведомствах имеют действительные классные чины юстиции а также всех тех кто из этих организаций был уволен запас или отставку с получением пенсии естественно для всех этих лиц прохождение подобных курсов теперь не обязательно то есть они могут владеть своим оружием огнестрельным ограниченного поражения без лишних проблем переходим к плохим новостям самое актуальное 9 нашем списке это у нас перевод ланкастеров и парадоксов в ранг нарезного оружия прежде всего это выражается в том что по правках у нас указано что гладким стволом теперь будет являться ствол полностью круглый в сечении без каких-либо нарезов или элементов придающих пуле вращения также исключается пункт со 140 миллиметрами нарезов в конце гладкого ствола то есть насадки парадокс автоматом переводят у нас оружие в нарезное пункт на самом деле крайне неоднозначный и во многом даже негативный почему в первую очередь потому что это очень сильно бьет по производителям оружия у некоторых производителей это более чем 70 процентов от общей продукции которая держала по сути говоря их на плаву как им теперь бороться с этим и как себя вести в этих условиях это загадка многие спрашивают что теперь делать по сути говоря с этими стволами зачем покупать оружие в калибре 9 и 6 на 53 ланкастер зачем покупать оружие в 366 magnum или в 366 ткм если по достижению пятилетнего срока мы получаем возможность покупать полноценное полноценное нарезное оружие но прежде всего отметим что единственное по большому счету чем сейчас невыгодно отличаются от нарезного оружия данные карабины это цена патрона но для использования на охоте подобный калибр уже зарекомендовал себя наилучшим образом также мы знаем что владельцев данных стволов в нашей стране уже очень много останавливать производство данных патронов скорее всего никто по-прежнему не будет они используются они пользуются популярностью как я уже сказал на охоте и опять же есть у нас калибр 9 и 6 на 53 ланкастер например он является прямым конкурентом прямым и намного более дешевым конкурентом калибру 9 и 3 на 62 который применим для охоты на крупного зверя в частности у нас где-то на северах в том числе это может относиться к калибру 366 magnum и даже калибр 366 ткм который несколько слабее этих двух он достаточно эффективен и на охоте опять же имеет огромное преимущество перед стандартным калибром с которого он вышел 7 62 на 39 кроме того следует помнить что в новом законе четко прописано что люди владеющие данным оружием на законных основаниях на данный момент продолжают им владеть и после вступления закона в силу то есть как в той поговорке закон обратной силы не имеет просто при последующей регистрации эти товарищи будут перегистрировать свое оружие уже как нарезное а по факту для нынешних владельцев и для всех тех кто это оружие приобретет до вступления закона в силу все будет совершенно законно и впредь итак новые поправки к закону об оружии хорошо это плохо это или вообще никак только время покажет мы постарались рассмотреть самое необходимое то что представляет интерес по пунктам надо помнить что эти поправки по сути говоря они еще может быть что-то возможно поменять возможно будут какие-то адекватные подзаконные акты которые позволят расставить все точки над и сейчас этого всего нет сейчас мы можем только теоретизировать примерно прикидывать как себя вести в соответствии с новыми правилами и попытаться под них адаптироваться но а для заинтересованных конечно же есть еще время побороться на этом будем прощаться пишите если вам понравился такой формат постараемся рассмотреть все комментарии подписывайтесь на наши сети будьте здоровы до связи всем привет сегодня подведем итоги конкурса под видео катушка на спиннинг как выбрать напомним что у нас будет три победителя которые получат три катушки дайва это дайва ниндзя дайва фуэга и дайва калдия плюс каждой катушки мы также подарим фирменную кепку дайва с автографом алексея шанина напомним что условиями участия в конкурсе является подписка на канал мир охоты поставить лайк под видео а также написать любой комментарий под видео плюс чтобы мы смогли проверить выполнение всех условий розыгрыша ваш аккаунт должен быть открыт итак начнем подведение итогов с нашей волшебной программой и первую катушку у нас получает подписчик с ником артем репин артем поздравляем катушка дайва ниндзя твоя сейчас выберем второго победителя и второй победитель у нас анатолий см он получает катушку дайва фуэга двадцатого года и сейчас разыграем третью катушку это дайва калдия посмотрим сколько у нас подписчиков какая борьба у нас разыгрывается но к сожалению все аккаунты закрыты и напомним что аккаунт должен быть открыт чтобы мы смогли проверить вашу подписку на наш канал и сейчас мы посмотрим кто из подписчиков все-таки выиграет и победитель у нас нашелся это александр владимиров всех победителей конкурса мы от души поздравляем все подробности как забрать свой приз будут в описании под видео